Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео представляю вам отзыв и обзор на книгу «Айн Рэнд, Атлант расправил плечи». У меня эта книга в трех томах, в твердом переплете. Также эта книга в России выпускалась в одном томе, но в мягком переплете. Мне будет удобно демонстрировать вам каждую из этих книг во время обзора по очереди. Но вначале, прежде чем мы приступим к обзору самой книги, важно сказать о самом авторе. Айн Рэнд, урожденная Алиса Зиновьевна Розенбаум. Она родилась в Российской империи в 1905 году. Получила образование в Петроградском университете по специальности «Социальная педагогика». И в 1925 году по студенческой визе уехала в США. И спустя какое-то время решила оттуда не возвращаться обратно в СССР. В СССР она была лицом без гражданства Советского Союза. В 1932 году студия Universal Pictures купила права на экранизацию ее сценария «Красная пешка». И с этого началось продвижение Айн Рэнд в профессиональной среде сценаристов, драматургов и писателей в Соединенных Штатах Америки. В 1935-36 году она поставила пьесы в Бродвейском театре. Написала два романа, которые не были успешными. Первый роман, который принес ей успех на писательском поприще, стал роман «Источник», который она опубликовала в 1943 году. И примерно в то же время она начала писать роман «Атлант. Расправил плечи», который вышел в 1957 году. Это была ее самая известная работа. Чем отличается творчество Айн Рэнд от творчества других писателей? Она всю свою жизнь стремилась продвинуть теорию объективизма по Айн Рэнд. Есть еще другие теории объективизма, которые мы в этом видео затрагивать не будем. А по объективизму поговорим более подробно. По тому объективизму, который продвигала Айн Рэнд. В ее трактовке объективизм – это философия рационального индивидуализма, которая стоит на таких столпах, как идеального человека-творца, живущего исключительно за счет своих творческих способностей и таланта, стремящегося обрести собственное счастье в жизни. И философия Айн Рэнд противостоит коллективизму. Здесь я снова вернусь к тому факту, что Айн Рэнд уехала из Советского Союза как раз в ту пору, когда коллективизм в нашей стране начинал свое шествие. Когда создавались колхозы, совхозы и так далее. И она была против такого подхода к организации социального строя. Более подробно о каком подходе она говорила, я расскажу чуть позже, когда буду делать обзор, собственно, на книгу. А пока продолжим об Айн Рэнд, чтобы понимать о том, что это за писатель и какую философию она продвигала. Главное положение объективизма по Айн Рэнд состоит в том, что целью жизни каждого человека является стремление к собственному счастью. При этом социальная система должна обеспечивать индивидуальные права людей. Что достигается с соблюдением принципа невмешательства государства в экономику? Академические философы преимущественно отвергают философию Айн Рэнд и критикуют ее. Однако объективизм имеет значительное влияние на либертарианцев и американских консерваторов. Здесь, я думаю, уместно будет напомнить, что одним из самых знаменитых представителей либертарианства является Павел Дуров, основатель социальной сети ВКонтакте и Телеграм. Айн Рэнд пишет, что основой объективизма является фундаментальный монизм, то есть единство мира и языка, бытия и мышления. Существует только одна объективная реальность, а не две отдельных, то есть реальность сама по себе и ее описание. И на этом я заканчиваю краткий обзор самой Айн Рэнд и той философии, которую она продвигала, и перехожу, собственно, к обзору книги. Я начну с первого тома и будем продвигаться потихоньку к второму тому и к третьему тому, по мере того, как я буду рассказывать о одновременно и о событиях этого романа. Да, без спойлеров я здесь не обойдусь. И о том, что... на то, что я... и о том, на что я обратил внимание, когда читал этот роман. Первая часть, «Атлант расправил плечи» называется «Непротиворечие». Чуть позже мы вернемся к этому тому. Сейчас я хотел бы еще остановиться на переводе самого названия этого романа. «Атлант расправил плечи». А в английском языке роман называется «Атлас Шрагд». «Шрагд», если дословно переводить с английского языка, то это «пожимать плечами», а не «расправлять», как в русском переводе. Разница существенная, как мне кажется. Потому что «пожать плечами» — это выразить свою неуверенность, сомнение. Или невозможность предпринять что-то в какой-то ситуации. И если мы смотрим на этот роман с этой точки зрения, то тогда, да, «Атлант», то есть «Атланты», которые были сильными, могучими, знали больше, чем люди, даже в той ситуации, которую описывает Айн Рэнд в своем романе, он может только «пожать плечами», а не «расправить». Потому что если «Атлант» расправляет плечи, это значит, он готов к действию. Он готов прийти на помощь тем людям, о которых идет речь в романе. Но опять же, с точки зрения Айн Рэнд, этот «Атлант», скорее всего, в переводе, если это «расправил плечи», и он спешит на помощь, то он спешит на помощь именно вот этим либертарианцам, предпринимателям по духу, о которых я позже расскажу, нежели чем их противникам. И переходим, собственно, к первому тому «Непротиворечия», части первой. Это том, том он у меня. А так эта книга на тома не делилась никогда. И этот роман начинается с того, что директор железнодорожной компании Дагни Таггард едет в вагоне своей собственной компании и слышит «Пятую симфонию композитора». Я сейчас посмотрю, как этого композитора звали. И этот композитор, это был один из любимых композиторов Дагни Таггард, и она знала все его... У него было четыре симфонии, и она знала все его четыре симфонии наизусть. И она удивилась. Она удивилась, услышав знакомые ноты, то есть знакомые мелодии, в которую напевал то ли проводник, то ли какая-то обслуга в вагоне, мужчина, парень. И она подошла к этому парню и спросила, а что вы напеваете? А он говорит, а это «Пятая симфония» вот того композитора? К сожалению, я вот сейчас прям сходу даже не найду, как его звали, этого композитора. И дальше события начинают развиваться очень-очень стремительно. Автор показывает, что существуют в США и в Америке, то есть в Северной Америке, в Южной Америке существуют предприниматели, которые стали примером для других предпринимателей, которые создали что-то новое, которые стали изобретателями. Например, Датни Таггерт, которая практически с 15-16 лет интересовалась поездами, работала тайно под чужим именем, проводницей в железнодорожных вагонах, работала на станции обходчицы путей и так далее. Несмотря на то, что ее родители владели этой железной дорогой, но она не хотела, чтобы ее воспринимали как избалованную дочь, и она хотела увидеть, как работает железная дорога изнутри. В итоге она дослужилась, ей где-то около 30 лет, а она дослужилась уже до директора этой железной дороги. Всей железной дороги, которая принадлежала когда-то ее родителям. Кроме этого, есть Франциско де Анкония. Это медный магнат. То есть, у него медные рудники. В Соединенных Штатах Америки, в Латинской Америке, в Южной Америке. То есть, он развивает эти рудники и внедряет туда современные, по меркам, книги технологии. И также есть Риарден. Риарден – это сталелитейный магнат, который изобрел новый сплав, который легче остальных сплавов, но и одновременно он прочнее остальных сплавов. И, например, для того, чтобы соорудить мост, этого сплава в денежном выражении нужно в два раза меньше, чем других сплавов. Конечно же, другие сталелитейные производители ополчились на него. И они выходят с предложением к правительству, к Конгрессу США, чтобы запретить использование, запретить или ограничить использование сплава Риардена в строительстве. Потому что, если сплав Риардена будет использоваться повсеместно, то все остальные производители железных материалов – балок, тросов, рельсов и так далее – они обанкротятся. Несмотря на то, что сплав Риардена значительно дороже, чем сплавы других производителей. Но, если рассчитывать с точки зрения стоимости всей конструкции, то эта конструкция выходит дешевле из-за того, что этого сплава нужно значительно меньше для этой конструкции при сооружении, допустим, мостов или рельсов и так далее. И поэтому и служит он дольше. И за счет этого достигается преимущество. Далее. Кроме этого, есть вот этот композитор, которого я не могу вспомнить, как зовут. И не хочу сейчас тратить время на то, чтобы копаться в книге и искать его имя. Пишет «Симфонии», которые тоже автора относят к талантливым композиторам. И эти люди и в какой-то момент... И в какой-то момент... И кроме этого, Дагди Таггерт случайно узнает о том, что существует изобретатель какого-то очень суперсовременного электродвигателя, который имеет КПД близких к 100% и он может спасти всю экономику мира, потому что он, этот двигатель, обладает какой-то очень уникальной конструкцией. Но, к сожалению, она тут же узнает, что изобретатель этого электродвигателя исчез. А спустя некоторое время она начинает узнавать, что исчезают другие изобретатели-предприниматели. И она разговаривает с Риарденом, она разговаривает с Франциско де Анкони и спрашивает, а что происходит? А они ей не могут ничего ответить. И так постепенно туман сгущается. И Айн Рэнд постепенно переходит к второй части, которая называется Или-Или. То есть, к той части, когда Дагни уже узнает о том, что это специальная организация, которую создали, которую создал какой-то неизвестный Джон Голд. И он нашел, оказывается, что он нашел какое-то ущелье и закрыл его специальным куполом, через который не проникает никакое радиоизлучение. И это ущелье, это поселение невозможно обнаружить с помощью радиолокации или других видов локаций. И в это ущелье она попадает, теряя авиакатастрофу. Но эта авиакатастрофа была специально подстроена, чтобы заманить ее в это ущелье и показать, как хорошо этот Джон Голд и его единомышленники смогли организовать свое местное производство. И он говорит, что вот мы уже собрали и производителей стали, и производителей рельсов, и некоторых железнодорожников, которые предприниматели железных дорог. Нам не хватает жемчужин нашего мира. Это тебя, Дагни Тагерт, и Риардена. Потому что если Риарден придет, то со своей сталью сюда, то ему здесь не будет равных. А если придешь ты, то не будет равный тем, кто сейчас строит у нас железную дорогу здесь, внутри поселения. Также внутри этого поселения есть месторождение ископаемых, которое добывает исчезнувший недавно Франциско де Анкония, который специалист в добыче полезных ископаемых, потому что он владел медными рудниками. Но перед тем, как он пребывает в это поселение, он взрывает все свои шахты, чтобы они не достались правительствам тех стран, где он проводил операционную деятельность. Почему так, я чуть попозже об этом расскажу. И они пытаются, вот эта группа изобретателей пытается уговорить Дагни остаться. Она какое-то время соглашается пожить в этом поселении, но потом она просит вернуть ее обратно в Большой Мир. Потому что до нее начинают доходить слухи, что железная дорога, которой она руководила, приходит в упадок. И что поезда начинают задерживаться, что грузы не доставляются, что люди сидят в ожидании этих поездов очень долго. И вот сейчас я уже точно не помню, что у нее в голове перемкнуло, когда она решила вернуться обратно в Большой Мир. Зная, что там ее ждет противники, которые против нее выступают. И которые образовали, скажем так, содружество с властями Соединенных Штатов. С Конгрессом, с правительством и так далее. И здесь вот как бы Айн Рэнд, она в этом романе очень-очень серьезно показала, что против чего она выступает. Она выступает против вмешательства правительства в экономику. Она говорит, что как же так? Вот эти предприниматели, которые придумали своими мозгами какое-то изобретение. А государство вмешивается и говорит им, как им использовать это изобретение. Или не использовать вообще. Издает законы, которые регулируют эту деятельность. И вот Айн Рэнд говорит, что она против того, опять же, через героев этого романа, она говорит, что она против такого положения вещей. И продвигает эту свою философию объективизма, о которой мы говорили выше в начале видео. И я когда читал этот роман, у меня возникали другие вопросы. Как же так? Эти же люди, они не сами смогли изобрести. Да, может быть, они талантливые, но без помощи других, инженеров, технологов, конструкторов, металлургов, если мы говорим про металлургическую отрасль, они бы не смогли достичь этого успеха. Если, допустим, Риарден один в одиночку варил бы эту сталь, у него потребовалось бы на это 200-250 лет, то есть больше времени жизни. Но он же привлек к этому своих, допустим, рабочих, пусть даже он им заплатил деньги, но они тоже участвовали в этом. Он привлек к этому других технологов, металлургов и так далее, которые разработали для него технологический процесс, технологические карты, смеси металлургические. Они их опробовали. А Риарден только лишь управлял ими. Да, возможно, он и имеет какие-то зачатки гения, но все равно без этой помощи со стороны других людей, он бы не смог сделать то, что он хотел. То же самое Франциско де Анкония, который добывал медь. Он же не добывал ее сам в шахте. Вот поэтому как бы вот это разделение между, то есть она говорит, что есть белые, вот эти предприниматели, которые, есть белые и черные. Белые это предприниматели, которые создают какие-то изобретения, а черные это правительство, которое против этих изобретений накладывает налоги на и создает какие-то регулирующие законы на эту деятельность, которую ведут предприниматели. То есть получается, что у нее есть только черное и белое, а что-то среднее, то есть оттенки серого или, допустим, даже цвета какие-то, у нее этого просто нет в романах. В этом романе я читал только один роман. Источник я не читал, но я думаю, что там примерно то же самое. И продвигаясь дальше к третьей части романа. Здесь вот это противостояние выходит на новый уровень. Часть третья называется «А есть А». И в третьей части романа вот этот самый Джон Голд, он говорит, он говорит, и он говорит, и эта речь транслируется, прерывает трансляцию радио, прерывает трансляцию телевидения. То есть получается захват частот он производит. И в этом, вот в моем издании вот его речь, Джона Голда, занимает 80 страниц. Сейчас я вам то точно скажу. С 343 по 425. Глава так и называется. Вы слушаете Джона Голда, где он подробно разными словами, но об одном и том же говорит вот примерно вот то, что я говорил про философию объективизма, о том, что есть предприниматели, которые могут создавать новое. То есть он об этом говорит вот эти 80 страниц. Каждый раз одну и ту же мысль он повторяет разными словами. То есть особенность демагогии мы видим здесь. и сейчас и сейчас попробую. Тут есть глава, называется концерт освобождения. Может быть, я здесь найду название, имя этого композитора. нет, наверное, я не найду. Вот это краткий достаточно обзор философии Айн Рэнд и ее книги, ее романа «Атлант расправил плечи». И также мои впечатления об этой книге, смешанные, смешанные чувства и вопросы, которые возникли после прочтения этого романа. я нашел, как называется этот композитор, все-таки я пролистал еще раз первую часть. Это Ричард Халлей, у которого четыре симфонии было написано и издано официально, а пятую симфонию он написал как раз вот в этом ущелье, про которое я говорил выше, куда спрятались эти изобретатели и предприниматели. желая показать то, что они не смогут, то, что мир остальной не сможет существовать без них. Ну, скажем, можно было бы поставить такой эксперимент, да, пускай они все уехали, пускай они все скрылись, оставить мир самому себе и посмотреть, что будет, почему нет. Я думаю, что найдутся люди, которые, да, пусть они не изобретатели, но они смогут поддерживать тот технологический процесс, который уже запущен. и работать дальше на заводах, спокойно выпуская продукцию. Да, пусть это будет медленнее, пусть это будет не из такого крутого металла, как у Риардена, ну и что такого. Спасибо вам за внимание. Вы посмотрели отзыв и обзор книги Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления. В колокольчик уведомления, поставьте все уведомления, чтобы получать сообщения о выходе новых видео. И желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова